Версалим Здесь начало нового Иерусалима. Евреи вышли за пределы древних стен во второй половине XIX века, и с тех пор здесь многое сохранилось. Это удивительное по красоте и по атмосфере место, куда иерусалимцы приводят всех своих гостей. Обращенный к старому городу Иерусалима квартал Ямин-Маше начали строить в 1891 году. В нем около 130 небольших домов и несколько узких улочек, утопающих в цветах и зелени. Рядом его предшественник – квартал Мишкиноча-Аноним, в котором всего три строения. Оба этих места связаны с именем Сера Мозеса Моше Монтефиори, который много хорошего сделал для евреев. Человек, которому королева Виктория жаловала звание Сера, он приехал сюда впервые в свои 43 года. По тем временам не существовало ничего вне стен старого города. В 1857 году на этом участке земли он строит мельницу для евреев. К 1860 году Моше Монтефиори, здесь же несколько ниже, выстроил первый дом, куда он пригласил евреев, живущих внутри стен старого города. Мишкиноча-Аноним в дословном переводе – это обитель безмятежных. Пророк Исаия сказал, и будет жить народ мой в обители безмятежных. Здесь было 28 полутора комнатных квартир. Здесь был вполне приличный по тем временам туалет. Я слышала, что даже платили им за то, что они здесь оставались жить. Это верно, это верно. За смелость. За смелость. За смелость. К вечеру, безусловно, смелость иссякала, страшно ведь вокруг. И люди возвращались обратно в старый город. И это происходит до 1867 года, когда всем известно, эпидемия холеры разразилась в Старом Иерусалиме. И евреи начинают понимать, что бандиты, вся незащищенность, все, что есть вокруг – это менее страшно. И люди в 1867 году приходят сюда и не возвращаются вечером в стены старого города. И с тех пор, по сей день – это начало Нового Иерусалима. В первом здании Мышкинотши-Аноним сейчас гостиница для почетных гостей города, которые чувствуют себя в ней более чем безмятежно. 18-метровая мельница Монтефиори исправно малула муку, плод до появления паровых мельниц. Во время борьбы за независимость еврейские бойцы использовали ее как наблюдательный пункт. Англичане за это взорвали ее верхушку. Атака на мельницу получила в народе издевательское название «Операция Дон Кихот». Сейчас здесь небольшой мемориальный музей Моше Монтефиори. Это карета Сера Моше Монтефиори. Он приезжал сюда неоднократно. Одна из карет осталась здесь. В это волшебное место Иерусалима приходят фотографироваться все молодожены. Открывающиеся отсюда виды вечного города с трудом подаются описанию. Это одновременное вдохновение и умиротворение. Полет над землей и в глубину веков. Справа от нас, южнее, мы видим горы Иудейской пустыни. И вдалеке мы видим более высокие горы. Это горы, которые уже находятся на территории Королевства Иорданий. То есть горы с обратного, с восточного берега Мертвого моря. Внизу долина Бенгеном, которая имеет в русской транскрипции перевод как Гиена Огненная. Прямо перед нами западная стена Старого Иерусалима. Отсюда открывается вид на явские ворота Старого города. А если мы повернемся, и вот начиная отсюда, с этого района, и все на запад, на север и на юг, это все Новый Иерусалим. Место необыкновенное. Русские места в Израиле – это тема не одной прогулки. России на Святой Земле принадлежат около десяти церквей и монастырей. Большинство из них в Иерусалиме. В XIX веке на участках, закупленных русской духовной миссией, здесь были построены церкви и странно приимные дома. Мы посетим сегодня два таких места, интересные не только для паломников. В сердце Старого города, буквально в ста метрах от крама гроба Господня, стоит Александровское подворье. Покупая в 1859 году участок для русского консульства, дипломат Дорогобуджинов и не предполагал, какие сокровища скрыты под этой древней землей. Уже при расчистке участка были обнаружены древние камни времен царя Ирода. Полагают, что это фрагмент фасада первого храма гроба Господня, базилики Святой Елены VI века, на руинах которого стоит Александровское подворье. Позже раскопали арку храма Юпитера и Венеры II века, построенного в Иерусалиме римским императором Адрианом. Еще более потрясающее открытие ожидал археолога в 80-е годы, во время многолетних так называемых русских раскопок, которые вело здесь императорское православное палестинское общество. Найденные две каменные плиты с углублением лесотвора сразу вошли в систему христианских святынь Иерусалима, как порог судных врат. Его переступали все приговоренные перед восхождением на Голгофу. Огромный камень над порогом судных врат – это осколы Голгофы, отломившиеся от нее во время одного из землетрясений. Рядом знаменитое угольное ушко, проем в стене, через которое мог пройти только один человек, когда городские ворота запирались на ночь. Отсюда известная поговорка «легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому попасть в рай». Сейчас все эти святыни и древности под одной крышей с церковью святого князя Александра Невского, освященной в 1896 году. В так называемой царской комнате прижизненные портреты члена царской фамилии и подаренная гостившим здесь Ильей Репиным картина «Несение креста». Еще один кусочек России в самом центре современного Иерусалима и один из старейших его кварталов – русское подворье. Огромный участок земли был закуплен царской семьей и застроен императорским палестинским православным обществом во второй половине XIX века. В комплекс русского подворья входит собор Святой Троицы 1872 года, Николаевское, Лизаветинское и Сергиево подворье, постоялыми дворами, больницей для паломников и другими постройками. Собор Святой Троицы – белокаменный пятикупольный храм в неовизантийском стиле архитектора Мартина Эппингера. Иконостас изготовили санкт-петербургские резчики. С 1872 года по сей день в соборе проходят службы. Сергиев двор был построен в конце XIX века для русского православного палестинского общества на средство его председателя – великого князя Сергея Александровича, брата Александра III. Здесь были церковь, гостиница, столовая, баня, школа. В фонтане посреди двора, так же, как и сто лет назад, плавают золотые рыбки. Сергиев двор принимал несколько тысяч русских паломников в год. Так израильтяне представляют Россию и тогдашних паломников. Иерусалимским обществом охраны природы, которое давно обосновалось в Сергиевом дворе, высажен здесь парк и устроено что-то вроде музея под открытым небом. Здесь проходят концерты, выставки, творческие мастерские. Субтитры создавал DimaTorzok